Не доллар, а золото, не МВФ, а некий новый общий банк. И Китай как спасательный круг. Для кого и по какой причине? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Кремль не оставляет попыток сделать США. В противовес доллару хочет поставить золотой запас. Вместе с ужесточением санкций Москва значительно увеличила свои накопления драгоценного металла. Скупает золото активно уже последние 8 месяцев. Речь идет о том, чтобы приравнять рубль к драгметаллу, а не заокеанскому зеленому мирилу. Это мнение немецких экспертов. Они опубликовали свои выводы после того, как скрупулезно изучили все изменения в российской экономике за последние полгода. Причем желанием обособиться от мировой финансовой системы заразились не только в России. Полагают, что и Бразилия, и Турция, и даже Китай устремились в эту же авантюру. Возникла даже некая антидолларовая коалиция. В случае наступления кризиса в круг спасения всем этим новаторам экономики должен якобы бросить совместный банк развития и резервный фонд. Это такие противовес МВФ. Его создали совместно с Китаем. Деньги оттуда наверняка дадут. Но на каких условиях? Во всяком случае, это своеобразная подушка. В случае наступления дефолта Кремлю из МВФ средства, скорее всего, не предоставят. Право Вета оставляют за собой США. По двойной иронии судьбы, первым клиентом нового финансового института может стать именно Москва. На поддержание курса доллара российские чиновники тратят баснословные суммы ежедневно из Госрезерва. По некоторым данным, чтобы остановить стремительно падающий рубль, на прошлой неделе потратили несколько годовых бюджетов Иркутской области. 40% населения земли именно столько приходится на долю тех государств, которые участвуют в золотых авантюрах. Получается ли удержать на плаву все, что хочется? И каковы перспективы этого фонда? Не постигнет ли его та же участь, что и таможенный союз, который уже хоронят тихо и без музыки? Данил Рузаков, Олег Неведомский, Сергей Людмит, Московское бюро, телеканал Интер.